Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом еврейском в студии Инны Захеева. И сегодня выпуски. Прием представителей Хамаса в российском МИДе вызвал протест Израиля. Страсть, кровь, вино и женщины. В Москве открылась выставка работ Пабло Пикассо. Возрастное ограничение 16+. Из еврейского музея в сказку. Полуторачасовое путешествие учит детей добрым делам. И начнем с обзора заметных событий дня. Бывший заключенный, а ныне глава отдела международных отношений Хамас Салах Аль-Арури оказался в составе делегации на переговорах в российском МИДе. В связи с этим министр по делам Иерусалима ЗФ Элькин выразил протест. Израильские спецслужбы считают, что именно Аль-Арури стоит за похищением и убийством троих подростков на западном берегу реки Иордан в 2014 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал провести собственное расследование. С 1 октября в Израиле вступит в силу договор о выплате пенсии евреям выходцам из России. Репатрианты, прибывшие в государство до 1992 года, смогут получать страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Одновременно с этим в Израиле повышаются цены на бензин. 95-й подорожает на 1% и будет стоить 6 шекелей и 6 огород. Россия и США через 7 лет построят космическую станцию на орбите Луны. Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики. Станция будет состоять из нескольких жилых модулей. Длительность экспедиции составит от одного месяца до года. Протестированные технологии будут использоваться для освоения Луны и Марса. В исправительной колонии Бурятия отметили Роша Шана. За месяц до наступления праздника заключенные еврейской общины читали молитвы покаяния с Лихот и просили прощения у Всевышнего. В дни празднования Нового года осужденных посетил председатель местной иудейско-религиозной общины города Улан-Удэ Андрей Самсонов. Он провел занятия по недельным главам Торы, прочитал лекцию о толерантности. Еврейская организация выдала заключенным традиционные праздничные продукты. Как побороть лень, злость и пойти в школу? Еврейский музей-центр толерантности запустил интерактивную игру, в которой дети помогают сказочным персонажам найти себя. В сказках нет границ между странами, нет национальности и политики. С детства ребенок должен понимать, что отличия во внешнем виде и культуре не делают других злыми, опасными и недостойными общения. Еврейский музей и Центр толерантности проводят интерактивную межкультурную игру для школьников. Мы делаем топорик боевой, чтобы его потом зарыть в знак примирения. Мальчика Костю не берут в школу, потому что он ленивый, сердитый и со всеми дерется. Три страны – Северная Америка, Китай и Финляндия. Три разных сказки и три персонажа. Но в каждой побеждает добро, а ленивый сорванец изобияка превращается в прилежного ученика. Мы пытаемся привить им интерес к другим культурам, к изучению других культур, других традиций, других обычаев. То есть, если он у них закладывается в детстве, в самом, то потом с возрастом им уже легче в другую культуру принимать, как бы интересоваться ей. И чем раньше мы это заложим, тем проще им будет в дальнейшем, может быть, коммуницировать с другими народами. Сказка закончилась, но история продолжается. И теперь ребята в любой момент смогут снова оказаться в волшебном мире с помощью фантазии и подручных материалов. Мне здесь понравилось все, и я хочу сюда еще раз вернуться. Страсть, кровь, вино, женщины. Выставка Пабло Пикассо в Москве получила маркировку 16+. Помимо картин и скульптур испанского художника представлены графические эскизы, которые смогут оценить только совершеннолетние. Он исследовал страсть как явление, пытаясь понять природу этого чувства. В Московской галерее Альтманс открылась выставка главного художника 20 века Пабло Пикассо. Здесь собраны уникальные работы из частных коллекций. Основатели галереи Егор и Кристина уже почти два года предоставляют москвичам возможность не только прикоснуться к искусству, но и приобрести авторские работы. Я жил в Нью-Йорке и, гуляя по Соху, увидел тенденцию, что галерея, магазин, салон красоты, ресторан – все это чередуется. И публика, обеспеченная, которая в этот момент гуляет, может за этим магазин купить себе одежду, потом пообедать и купить себе какое-то произведение искусства. И галерея торгует именно тиражной графикой, и именно тиражной графикой первых имен. И подумал, что имеет смысл такой проект открыть в Москве, ну а потом уже в Израиле. Среди представленных серий Лисистрата – Кармен, Быки и Тарадоры. Знаменитый художник был одержим коридой. Большая статуя красного быка на входе символизирует принадлежность Пикассо к Испании. Пикассо олицетворял себя с Минотавром, ну как считают исследователи его творчества. И поэтому к теме быка, к теме кориды он возвращается вновь и вновь. Это проходит лейтмотивом всей его жизни, всего его творчества. Графический цикл «Сюита-347» – еще одно подтверждение высказывания великого мастера о том, что корни искусства надо искать в эротизме. Эту серию работ художник создал в 1968 году, когда ему было 87 лет. Она включает в себя 347 листов. На их создание ушло 7 месяцев. Сюжеты довольно разнообразные, но все изображенные женщины отличаются несуразностью образов и форм. Тем не менее, картины обладают некой притягательностью. «Сюита-347» впервые была выставлена в Париже. В экспозиции было три зала, а над дверьми висела табличка. Вход на ваше усмотрение. В эти минуты в центре Москвы, в парке «Зарядье» проходит выставка «Русская Арктика». Одни из первых открывателей этой малоизученной территории были евреи. Степан Песахов, Рудольф Самойлович, Марк Шевелев. Репортаж об этом событии вы увидите в следующем выпуске новостей. А на сегодня это все. Оставайтесь на Первом Еврейском. И всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин